МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой сегодняшнего выпуска. Обвиняется генерал против руководителя Рязанского антинаркотического ведомства генерала-майора Туровского возбуждено уголовное дело. Почему многие военные так и не могут до сих пор въехать в положенные им по закону квартиры? Автомобильное житье стало битьем. Десятки сегодняшних аварий показали. Рязанские водители оказались не готовы к неожиданно наступившей зиме. А теперь обо всем подробнее. Сегодня издание «Коммерсант» известило о крупном коррупционном скандале, который разгорается в нашей области. Сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении начальника регионального управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков генерала-майора Игоря Туровского. Также дела заведены на двух бывших сотрудников Центрального аппарата ведомства. Генерал Туровский подозревается в получении взятки через посредников за снятие ареста со счетов бизнесмена, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Напомним, Игорь Туровский был назначен начальником УФСКН по Рязанской области в январе прошлого года. Под его руководством рязанские наркополицейские вошли в первую десятку среди территориальных органов антинаркотической службы России и в октябре этого года были награждены собственным знаменем, олицетворяющим воинскую честь, доблесть и славу. Тогда же генералу Туровскому была вручна грамота президент России. А теперь вот такой конфуз. Комментариев от соответствующих и компетентных рязанских служб пока нет. Также сегодня стало известно, что против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова тоже возбуждено уголовное дело. Расследовать его будет Главное военно-следственное управление Следственного комитета России. Обвиняют Анатолия Эдуардовича пока по статье «Халатность». Напомним, Сердюков родился в 1962 году, в армии служил с 1984 по 1985, то есть всего год, позже прошел обучение на офицерских курсах. После армии работал завсекцией «Ленмебельторга», потом командовал акционерным обществом «Мебельмаркет». Там бы ему, как говорится, и совершенствовать коммерческие силы, и развивать талант. А вот судьба Анатолия Сердюкова поменялась в 2000 году, когда он женился на дочери Виктора Зубкова, тогда руководителя управления Министерства по налогам и сборам Санкт-Петербурга. Вот тогда пошел Сердюков в гору по государственной службе, добравшись до министра обороны. Кстати, Виктор Зубков тоже не отставал в карьерном росте. В сентябре 7-го он, как известно, даже возглавил российское правительство, пока в мае 8-го года Госдума не утвердила в этой должности Владимира Путина. Начнется ли дальнейшее раскручивание дела Сердюкова, или в его судьбу вмешаются покровители из высших начальственных сфер, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Но пока скандалы, разгоревшиеся в военном ведомстве при Сердюкове, никак не угаснут. Например, даже сейчас, уже при Сергее Шойгу, на посту министра обороны, военные испытывают большие трудности с жильем, главным камнем преткновения, который позже стал краеугольным камнем в скандалах, связанных с Сердюковым и его приближенными. Об этом сегодня в экспресс-интервью рассказал наш эксперт Анатолий Кива. По Рязани сложилась такая очень интересная ситуация, когда где-то примерно в 2011 году были выделены огромные деньги, порядка 5 миллиардов рублей на строительство жилья для военнослужащих. Строительство ведется активно. С 2012-2013 года выделяются квартиры. Построено достаточное количество квартир, чтобы, в принципе, обеспечить всех военнослужащих, которые нуждаются в улучшении жилищных условий вот этим жильем. То есть, вот здесь, это первая наша ступенька, то есть, вроде бы, все нормально, да? Да, все нормально, да, абсолютно. То есть, в принципе, этим людям волноваться не о чем. Как бы государство о них позаботилось, выделало вот это количество этих денег. Квартиры либо построены, либо сейчас находятся в активной стадии строительства, будут выделяться. Но, как бы мы смотрим статистику по количеству судебных дел, она открыта, и каждый может зайти на сайт и военного суда, и районных судов города Рязани. По сравнению с 2011 годом идет 10-кратный, 20-кратный рост количества судебных дел военнослужащих, которые обжалуют неправомерные действия в жилищных органах, связанных с отказом в предоставлении жилья. И причины абсолютно разные, потому что жизнь наша там абсолютно у всех разной ситуации. Как вы считаете, ваше мнение, существует ли здесь определенное, может быть, психологическое, а может быть, и административное давление на людей, которые работают в этих жилищных организациях, сотрудник огромного ведомства, Министерства обороны сейчас? Не создается ли такое впечатление? Почему они так поступают? Ну, это мое абсолютно личное мнение, да. Все-таки давление, конечно, этой системы, оно существует, и всегда есть перестраховка, и у военного суда, конечно, который тоже находится вот в этой вертикали, под спудном, он понимает, что он в системе Минобороны, да. Он как бы чувствует, и чиновник, который сидит, да, он чувствует, что лучше перестраховаться, лучше я откажу, лучше меня поправит военный суд, или районный суд, чем я вот как бы отдам эту квартиру. В пользу закона, но не в пользу Минведомства, так сказать. Абсолютно точно здесь ведомственные интересы преобладают. Сегодня Рязанский медицинский университет принимал участников выездного пленума научного общества гастроэнтерологов России. Мероприятие приурочено к 70-летней годовщине университета. На масштабном форуме медицинских светил была Оксана Тебенихина. В Рязанском государственном медицинском университете прошла межрегиональная научно-практическая конференция, на которой специалисты со всей страны обсуждали тему профилактики заболеваний, органов пищеварения и междисциплинарной гастроэнтерологии. Мы эту программу начинаем в программах диспансеризации населения, которая сейчас начинается в нашей стране. Это часть общей программы. Получены первые очень интересные данные. Может быть, они не из-под обширной, но они очень интересные. Профессоры, доктора наук и профильные специалисты самого высокого уровня собрались в стенах Рязанского медуниверситета на пленум, который, кстати, приурочен к 70-летнему юбилею нашего вуза. Самое главное в том, что мы обсуждаем эту проблему здесь. Приехали ведущие специалисты данной проблематики. И наши студенты, наши интерны, ординаторы, а главное, специалисты практического здравоохранения смогут поговорить, смогут услышать определенные доклады, сделать для себя выводы, получить ту информацию, которая позволит качественно, эффективно лечить наших пациентов. А для тех, кто еще пока не лечит, а учится, учиться и получать определенное обозрение. Если отстраниться от сугубо научной терминологии, то основная проблема в сфере гастроэнтерологии, по мнению выступающих, это поздние выявления серьезных проблем со здоровьем. А ведь запускают себя люди банально из-за нехватки времени и боязни белых халатов. Здоровье, дорогие друзья, это вам не шутки. И беречь его необходимо с юных лет. И, наконец, о самой главной теме сегодняшнего дня. В Рязань сегодня пришла зима. И ее визит, как это часто бывает, стал полнейшей неожиданностью для многих горожан. И почему-то среди тех, кто вообще, в принципе, не верит в приход зимы, больше всего автомобилистов. И первый серьезный ледок на дорогах становится для них наказанием за такое неверие. Уже сегодня дорожные полицейские в Рязани говорят о росте так называемых погодных аварий. Сегодняшнее утро преподнесло рязанским автомобилистам настоящий сюрприз в виде снега. Большинство водителей, конечно, догадались сменить летнюю резину на зимнюю. А кто-то, как это всегда бывает, тянул до последнего, никак не ожидая того, что зима начнется в конце ноября. В данный момент буквально за три часа в городе Рязани уже произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий в связи с плохими погодными условиями. Кто не переобулся на зимнюю резину железного своего коня, просим переобуть, чтобы они могли вовремя остановиться. В связи с авариями на дорогах автомобили набились в пробке. Но складывается ощущение, будто рязанцы уже вовсе не торопятся. А с другой стороны, куда нам нестись? Самые банальные такие происшествия это столкновение транспортных средств и соблюдение дистанции. То есть, я говорю, предупреждаю еще раз водителей, чтобы они были предельно внимательны, чтобы на подъемах, на участках соблюдали скорость движения, видели ситуацию на дороге и могли среагировать в любое время. И не забывайте сбавлять скорость перед пешеходными переходами. Но хватит о грустном. Поздравляем всех с первым настоящим снегом. На сегодня все. Будьте осторожнее на улицах, потому что первый лед самый коварный. Будем надеяться, что наша мэрия самым эффективным и достойным образом обеспечит безопасность дорог, автомобильных и пешеходных. А то попадаем все, а вместе с нами может упасть и авторитет власти. Но, думаем, все образуется к лучшему. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин